МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Ольга Алексеева. Сегодня в выпуске. Долгожданная красота. Парикмахерские и салоны Республики начали работу. Мы вместе, студенты госуниверситета, присоединились к всероссийской донорской акции. Праздник состоится. В Чувашии продолжается подготовка к 75-летию Победы. Благоустройство памятных мест завершается. 27 апреля в Чувашии 463 случая заражения коронавирусной инфекцией. 79 человек выздоровели, из которых 32 сегодня. 8 летальных исходов. Под наблюдением находится 1522 человека. Еще 10 жителей Чувашской республики вернулись на родину из зарубежных стран. Все они находятся в санатории «Лесная сказка». На карантине им предстоит провести ближайшие две недели. Сегодня полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеосвязи обсудил вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах округа. Предложил руководителям помощь в решении проблем. В Чувашии все необходимые меры предпринимаются своевременно, однако тревожит увеличение числа заболевших. К сожалению, ситуация складывается таким образом, что у нас темпы или количество заболевших на 100 тысяч населения выше, чем в среднем по России, в среднем по Приволжскому федеральному округу. Но при этом те подготовительные работы, которые мы уже провели и далее продолжаем над ними работать, нам позволяют в целом ситуацию с одной стороны держать под контролем, с другой стороны обеспечивать необходимой медицинской помощью тех заболевших, которые на сегодняшний день оказались в этой ситуации. Но с другой стороны радует тот факт, что у нас начало увеличиваться число выздоравливающих. На сегодняшний день 32 человека выздоровело и выписано как выздоровевшие. И ожидаем, что в ближайшие дни эта тенденция тоже сохранится. Самым сложным на сегодняшний день является закупка оборудования для оказания медицинской помощи для тяжелых больных. Это так называемые оборудования ИВЛ. Хочу отметить, что все необходимые мероприятия для их закупки на сегодняшний день осуществлены, контракты заключены, денежные средства оплачены. И мы ожидаем первую партию этого оборудования уже от ближайших дней. Для того, чтобы не оставить людей без соответствующей медицинской помощи, мы из имеющегося баланса этого оборудования перераспределили часть, которая возможна для того, чтобы временно использовать для оказания помощи для тех больных, которые нуждаются в такой помощи. И не только. Создали необходимый резерв в случае, если вдруг такое количество больных будет увеличиваться. Текущая ситуация нам позволяет говорить, что никто без помощи не останется. Но при этом очень важно тем людям, которые на сегодняшний день здоровы, сохранять ситуацию под контролем, внимательно следить за собой и предпринимать все меры предосторожности, чтобы случайно не подхватить этот злой вирус и не оказаться в числе заболевших. То есть режим самоизоляции, применение средств защиты в случае выхода в аптеку, магазины или по иным необходимым обстоятельствам нужно реализовывать обязательно. Тем временем парикмахерские и салоны красоты возвращаются к работе. В Рио главы Чуваш Олег Николаев вынес изменения в указ о комплексе ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19 на территории республики. Правда, принимать клиентов можно лишь при соблюдении определенных условий. Парикмахерские и салоны красоты возвращаются к работе. Санитарные требования, предъявляемые к салонам и парикмахерским, дополнились противоэпидемиологическими. Обработка помещений, максимальное количество, два клиента одновременно, предварительная запись. Предприниматели согласны. Они не раз обращались к властям с просьбой разрешить работу. У нас есть такая группа парикмахера Чуваши. Мы сидели все там, переписывались друг с другом, смотрели за новостями, смотрели, когда будет у нас открытие, смотрели, контролировали, писали письма. Несколько даже крупных предприятий, с которыми мы сотрудничаем, помогали нам в этом. Объезжали всех парикмахеров, собирали подписи для того, чтобы нас открыли. Спасибо очень большое людям, которые нам помогли. Это сделать быстрее. Все-таки нас услышало правительство и нас открыли. Довольны решением властей и уже успевшие записаться на процедуры клиенты. Пандемия пандемии, а весну никто не отменял. Ждала этого момента две недели, почти две недели. Сама справиться с маникюром не имею возможности, поэтому очень ждала и очень рада, что наконец-то открыли. Причем здесь все оборудовано согласно санитарных норм, что мне очень нравится. Валерия Дружнец, Юрий Марков, Республика. Студенты Чувашского госуниверситета стали участниками ферросийской донорской акции «Мы вместе». Цель – оказание взаимопомощи во время пандемии коронавируса. Почему нужно и кому можно сдавать кровь в нашем сюжете. Измерение температуры, дезинфекция рук, выдача бахил и масок. Меры безопасности в республиканской станции переливания крови усилены в разы. Изучают не только стандартные показатели здоровья доноров, но и их перемещение, социальные контакты. Если человек вернулся из-за границы меньше двух недель назад, к сдаче крови его не допустят. Александр Матвеев на станцию переливания приходит уже в пятый раз. Уверен, его отзывчивость может спасти чью-то жизнь. Сейчас пандемия коронавируса и людям особенно нужна кровь. А учитывая, что нужно сидеть дома, мало людей приходит, чтобы ее сдать. А она нужна как никогда сейчас, потому что люди болеют и она понадобится всем. Процедура длится не более пяти минут и проходит под чутким контролем медсестер. Они должны не только правильно забрать кровь, но и поддержать новичков, которые волнуются. Во время самоизоляции донорами успели стать более 30 студентов ЧГУ. Возникла только одна сложность с дистанционным обучением, так как многие студенты уехали в свои районы. То есть в городе осталось очень мало кадровых доноров. В данной ситуации необходимо соблюдать ряд обязательных мер. Это соблюдать дистанцию полтора метра. Одновременно на станции студентов может находиться не более пяти человек. Сейчас из-за ограничительных мер донорская активность снизилась, но медицинские учреждения нуждаются в продуктах крови по-прежнему. В организме взрослого человека содержится примерно пять литров крови. И поделиться десятой частью этого количества хотя бы раз в год – значит подстраховать счету жизнь. Рифат Фадкулин, Бахтиар Вилеев, Республика. На призыв в Рио главы Чувашия взаимопомощи откликнулись сотни людей, десятки предприятий и целая благотворительная организация. Время помогать. Вместе с московским фондом «Дари еду» собирают продукты питания, чтобы раздать их тем, кому необходима помощь. Евгений уже давно решил для себя – он будет помогать нуждающимся при первой возможности. Особенно часто он бывает в пунктах, где малоимущих людей могут накормить горячим обедом. Привозят полуфабрикаты, крупы, масло. Сейчас Евгений решил присоединиться к акции «Дари еду». Только за сегодня он приобрел семь продуктовых наборов. Мне кажется, пакет собран сбалансированно для людей, которые сами выйти не могут. На какое-то время им будет достаточно. Человек, который кормит другого, если у него есть возможность, никогда сам не будет голодный. В гипермаркете «Лента» стоят тележки, и все желающие могут пожертвовать или отдельные продукты с длительным сроком хранения, или целые наборы. Схема простая – вы покупаете товар и кладете его в специальную тележку рядом со стойкой информации. Дальше продукты фасуют вот по таким пакетам. Эти наборы, они как бы достаточно большие. Здесь есть и сладости, есть и соки, масло. Соки двух видов. Чай обязательно. То есть то, что необходимо для семьи на несколько дней прокормиться можно. В день около 50 многодетных семей из семей с детьми-инвалидами получают такие пакеты с продуктами. Доставляют их волонтеры. Кстати, помощь нужна любая, и не только продуктовая. Например, компания «Дориснефтепродукт» предоставила машины, чтобы довозить еду до нуждающихся. Узнав об этом волонтерском движении, в помощь людям, скажем, мы решили поддержать хотя бы то, что мы имеем. Мы имеем топливные ресурсы. И решили обеспечить транспорт при развозе продуктов. В этой семье четверо детей. Все они сидят на самоизоляции. И такая помощь для них существенна. Если вы хотите помочь, но нет возможности самим приехать в магазин, заказать продукты можно онлайн на сайте. А вообще, приветствуется любая помощь. Вы можете стать партнером или волонтером проекта, помочь деньгами или с установкой бокса, а также оказать информационную поддержку. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. С начала года в республике произошли три несчастных случая при пользовании газом в быту. Пострадали 11 человек. Вопрос газовой безопасности обсудили сегодня на республиканской планерке. Руководитель региона поручил включить замену изношенных газовых сетей в капитальный ремонт многоэтажных домов. Согласно новой инструкции по использованию бытового газа, проверки экспертов проходят не раз в три года, а ежегодно. Эти меры – залог нашей с вами безопасности, но, к сожалению, не все это понимают. На 15 апреля этого года 99% абонентов имеют договора на техническое обслуживание с нашими обществами. 99%. 1% нет, к сожалению. В первом квартале мы провели техническое обслуживание в более 77 тысячах квартирах и жилых домах. Зарегистрировали и выполнили заявку на замену, на ремонт газовой обороны 1589. Газовики предупреждают, граждане, пожелавшие сэкономить на техобслуживании, сильно рискуют. Скупой платят дважды. Во-первых, газ у них могут попросту отключить, а во-вторых, им придется объясняться в суде. Ведь даже незначительная утечка может привести к трагедии. Вот за этот период 2020 года в Ресвуре подошло три несчастные случаи при пользовании газовой батурой, в результате которых пострадал 11 человек, трое из которых погибли от отравления угарным газом. Это первый случай смерти или отравления двух человек. Временно исполняющий обязанности главы Чуваша Олег Николаев отметил, что вопрос безопасности газообеспечения необходимо включить в программу капитального ремонта домов и замену внутридымового газового оборудования. Я в целом такой подход поддерживаю, поэтому министрую поручаю проработать этот вопрос на предмет включения этих объектов в программу капитального ремонта. То есть если дом ставится уже на капитальный ремонт, чтобы смотрели и эту составляющую тоже, чтобы к нам, нам уже к этому дому не возвращаться в последующем. Сейчас в столице по программе ремонт ожидают две многоэтажки. Работу в этом направлении продолжат. Необходимо обойти максимальное количество домов и проверить газовое оборудование на соответствии с стандартам. Кроме того, важно напомнить всем гражданам, вне зависимости от возраста, что можно, а чего нельзя при использовании газа в быту. Например, о том, что категорически запрещено самостоятельно устанавливать и монтировать газовое оборудование. Доверьте это специалистам. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. В Республике государственная услуга по выдаче сертификата на материнский капитал начала предоставляться в проактивном формате, то есть без подачи заявления. С 15 апреля органы пенсионного фонда уже выдали 447 таких сертификатов. Они оформляются только в электронном виде. Привычные бланки уходят в прошлое. Теперь семьям с новорожденными детьми больше не нужно представлять пенсионный фонд, заявления и документы. После рождения ребенка право на материнский капитал оформляется автоматически. Сведения о рождении детей поступают из федерального реестра ЗАГС. Будем устанавливать очередность рождения детей, первый или второй, или последующий. С учетом этого будем определять и размер материнского капитала. Я напомню, на первых детей, которые родились с 1 января текущего года, размер материнского капитала составляет 466 617 рублей. На вторых, либо последующих детей, 616 617 рублей. Что касается старого сертификата, который на особом бланке распечатывался, далее у нас, в общем-то, приостановлено прекращаются выплаты таких сертификатов. Это очень удобно, я считаю, потому что сертификат выдается в одной сумме, в последующие годы может индексироваться, а у человека в старом размере сохраняется. Я напомню, первоначальный размер материнского капитала был 250 тысяч, сегодня уже, вот, сами видите, 616 617 рублей, потому что наличие бланка, оно практически сейчас уже особо такого роли не имеет. Можно распорядиться средствами материнского капитала, подав электронное заявление. Для доступа ко всем услугам в личном кабинете, в том числе и к сведениям о сертификате на маткапитал, нужна подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг. В Чуваший сертификат уже оформили более 93 тысяч семей, из них 55 тысяч полностью использовали эти средства. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены все массовые мероприятия, поэтому 75-ю годовщину Победы в этом году мы отметим в непривычном онлайн формате. О ходе подготовки говорили сегодня в Доме правительства. Яркие вымпелы, баннеры с поздравлениями, тематические арт-объекты. Города и районы республики почти закончили праздничное оформление. Чувашия активно принимает участие не только во всероссийских акциях, но и запускает свои проекты. Самая главная акция, которая нас сегодня всех объединила, это акция, которая реализована по инициативе Олега Алексеевича с 20 апреля. Это акция «Вместе гордимся» и проходит под этим хэштегом. На сегодняшний день уже около 5000 человек разместили свою историю о своем ветеране в социальных сетях. Много работы еще предстоит, поскольку традиционный парад и праздничные концерты переместятся во дворы ветеранов. На территории Чувашской республики проживает всего лишь чуть более 500 участников Великой Отечественной войны, приравненных к ним. Поэтому две акции, которые очень важны. Первое – это парад под окнами ветерана. И второе – концертные площадки во дворах. Предлагаю в течение до конца этой недели главам городов, администраций и районов. Очень деликатно, индивидуально подойти к каждому ветерану. Кто-то встает, кто-то может подойти к окну. С нашей стороны подготовлена четкая рекомендация, как это сделать. Непосредственно 9 мая жители страны ждут различные телевизионные акции. Чествование ветеранов со всех уголков страны пройдет в формате многочасового телемарафона. Вечером всех россиян призывают присоединиться к акции «Фонарики Победы». Подойти к окну, зажечь свечу, экран мобильника, другой источник. Чтобы огоньки напомнили нам о всех, кто ценой собственной жизни подарил нам победу. Богдана Дойникова, Бахтияр Велеев, Республика. В Приволжском федеральном округе стартовал песенный марафон «Наш День Победы». Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединит исполнителей из различных регионов в один большой народный коллектив. Участники будут исполнять знаменитую песню «День Победы» на родных языках, передавая эстафету друг другу. Песня «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова впервые была исполнена 45 лет назад и с тех пор стала настоящим гимном этого великого праздника. Каждый регион готовит свою видеозапись, которая будет собрана в одно общее видео. Клип будет опубликован в открытом доступе в сети интернет. Старт народного песенного марафона состоялся в Республике Мордовия. Съемки проходили еще до режима самоизоляции. Песня «День Победы» Для просмотра будут доступны записи других регионов участников. Чувашия приняла эстафету. В записи песни «День Победы» на чувашском языке приняли участие наши популярные исполнители. Увидеть его можно будет в эфире национального телевидения и в интернете после завершения монтажа ближе к 9 мая. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день, в 1906 году, начала свою работу Государственная Дума России. Сегодня в Красноармейском районе состоялась церемония возложения цветов у памятника первому чувашскому парламентарию Якова Абрамова. Торжественное мероприятие прошло на его малой родине, селе Убеево. Абрамов был крестьянином. И в 1906 году Казанское губернское избирательное собрание выдвинуло его в депутаты Государственной Думы страны. Так что Якова Абрамова считают первым чувашским парламентарием. Мы, как потомки, его никогда не забудем. Он в нашем сердце. Я очень рад, что мы правнуки Иоанны. Я поэтому горжусь, что у нас вот такой прадед. Земляком гордятся все жители села Убеево. Для них День парламентаризма в России и годовщина со дня рождения первого чувашского депутата стали общесельскими праздниками. Нынешние депутаты законодательных органов тоже отдали дань памяти своему предшественнику. Я хочу сегодня всех депутатов разного уровня, депутатов Государственной Думы, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов представительного органа местных самоуправлений поздравить с этим праздником. И пожелать, конечно же, законотворческой и благотворной работы во имя процветания нашей Чувашской Республики, нашего Отечества, ну и, конечно же, решения проблем наших граждан. История российского парламентаризма своеобразна и многогранна. Выборные органы в разное время были под идеологическим прессом и, наоборот, вступали в конфронтацию с властью. Советские граждане привыкли к безальтернативным выборам, а жители современной России, наоборот, к яростной предвыборной борьбе со стороны кандидатов. При этом нынешний парламент все-таки стал той самой площадкой, на которую представители разных политических сил научились договариваться во имя общей цели. Депутат принимает законы, это очень важно и это наша большая ответственность. Но депутат еще представляет своих избирателей, я в частности избирателей из Чувашской Республики, поднять уровень благосостояния жителей республики и сделать нашу Чувашу одной из самых передовых в Российской Федерации. Сделаем так, чтобы каждый населенный пункт, каждый житель почувствовал работу депутата, в том числе Государственной Думы. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Марафон открытых эфиров продолжается в столице Чувашии. На этот раз чебоксарские школьники сыграли в интеллектуальную игру «Квиз Плиз» онлайн. Юлия Важенина проверила свои знания вместе с участниками. Несмотря на то, что у нас режим изоляции, управление образованием, администрацию города Чебоксары хочет, чтобы вы проводили время с пользой и не только развлекаться, но и собственно познавать. Поэтому прямо сейчас, сегодня, здесь мы сыграем с вами в интеллектуальной развлекательной группе. Давайте начинать. Раунд номер один. Разминка для везучих. Квиз Плиз 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 Семь раундов по шесть вопросов. Так выглядит квиз-плиз. Вопросы касались абсолютно разных направлений этой темы школьной программы и задания на знание истории Великой Отечественной войны и безопасность дорожного движения. Как пешеходу наиболее безопасно двигаться вдоль дороги при отсутствии тротуара? А. По обочине лицом к движущемуся транспорту. Б. По обочине спиной к движущемуся транспорту. В. По середине дороги спиной к движущемуся транспорту. Г. По середине дороги лицом к движущемуся транспорту. 20 команд из разных школ столицы Чувашии сразились в интеллектуальной битве. Чтобы сыграть участникам понадобился только интернет. Школьные команды собирались в приложении Zoom или Skype и дружно отвечали на вопросы, не выходя из дома. Сейчас такое время, когда дети вынуждены сидеть дома, поэтому мы выбрали именно эту игру. Дети могут сидя дома участвовать, собираться в команды и общаться между собой. Игра прошла в рамках марафона открытых эфиров. Чтобы школьники не скучали дома, для них организованы онлайн-встречи с интересными людьми столицы Чувашии. А с этого дня к ним подключится еще один проект «Профсреда». Каждый день в 16 часов ученики 7-11 классов будут встречаться с представителями техникумов и колледжей. Их цель – помочь обучающимся и прежде всего выпускникам 9 классов в выборе будущей профессии. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Это главные новости к этому часу. Сейчас вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Сегодня компания «Август» – Вурнарский завод смесевых препаратов – крупнейшее российское предприятие по выпуску химических средств защиты растений, одно из лучших в Восточной Европе. В ассортименте более ста наименований высокоэффективных препаратов для крупных сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. Большая часть номенклатуры – собственные научные разработки специалистов компании «Август». Спрос аграриев на химические препараты увеличивается с каждым годом. Только с января отгружено свыше 12 тысяч тонн препаратов от сорняков, болезней и вредителей растений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Препараты от компании «Август» поставляются во все аграрные регионы России – страны ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас наибольшие объемы уходят в Казахстан автомобильным транспортом. Крупными партиями из Вурнар отправляют пестициды по железной дороге в Новосибирскую, Амурскую области и Забайкальский край.